Рад Перископ Рад Перископ Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Давайте подождем Децл. Пока послушаем музыку. Да, здравствуйте, здравствуйте. Короче, я сейчас собираюсь на концерт. Я жду Кавленаса. Слава Кавленаса, нашего гитариста, нашей банды. Но что-то я приехал слишком рано, потому что он приедет только минут через 15. Поэтому у меня есть немножко времени с вами поболтать. Я надеюсь, что у всех предновогоднее настроение, потому что я придумал вам новогоднее пожелание. Как ни странно. Что обычно, знаете, когда спрашивают, типа, что ты пожелаешь всем на Новый год, то, короче, никогда никаких идей нет. Короче, я хотел бы вам пожелать, чтобы в 19-м году было побольше исполнителей, которых вы можете отличить друг от друга. Я поехал сюда и начал... Да, брови, спасибо. Вау, Викуля, спасибо. Вот. Когда я включил песни, типа, новинки, и все исполнители реально их не отличить друг от друга. То есть, все реально одно и то же. В то же время есть такие жемчужины, которые очень сильно как-то выделяются от всех остальных. То есть, там, допустим, там условно, да, Little Big там выпускает новую песню. Вне зависимости от того, вы любите Little Big или нет, это будет круто, потому что похожих нету в нашей стране. Вот. А я не знаю, идет ли Рудбой, я не знаю. А он на кого идет? Ну, если увижу Рудбой, а я что-то в последнее время все время встречаю Рудбой на концертах или на каких-то движухах. Вот. Итак, по поводу, когда новые песни. Я думаю, то, что в течение недели я сделаю пост. Мы там немножко все переиграли, но я думаю, что вы не будете сильно расстроены. Но чуть-чуть, короче, переиграли все с Тунни Раутом по поводу новых песен. Вот. Здорово вам, да. Вот. А очень хорошо. Это тут не в автотюне дело. Вот Тони Фебло пишет то, что автотюновый. Нет. Здесь дело в том, что вот появился, допустим, один исполнитель, который, я не знаю, когда считает, ничего не понятно. И появляется 25 таких же, которые делают точно так же. Причем оригинальный исполнитель так делает просто потому, что он действительно, ну, он в рамках, типа, своего образа, он упоротый, он ничего не выговаривает. Остальные все думают, что, блин, а я пойду-ка я сделаю так же. И это очень хреново. Вот. Поэтому хотелось бы вам пожелать много разных. Это та же история была, как... Та же история была, как когда Оксимирон начал делать сложные рифмы. Сразу все начали делать сложные рифмы. Но только это хорошо, а здесь это плохо. О, про фоллаут вопрос. Что думаешь про Нью-Вегас в сравнении со вторым фоллом? Ну, второй фолл – это легенда, конечно. Типа, Нью-Вегас. Ну, Нью-Вегас тоже я его прошел, в общем-то. Я, в общем-то, холоден к играм компьютерным, но фоллаут – это моя слабость. Ты футбольный менеджер еще. Так. По поводу... По поводу Пензы. Мы... Да, мы же были у вас не так давно. Короче, смотрите. У нас сейчас закончился тур. Вот этот вот, который посвящен десятилетию на сцене. Я, опять же, чуть позже скажу, что будет дальше. Вот. Спасибо огромное всем, кто пришел. Сейчас я только немножко оклемался. Хотелось бы реально поблагодарить вас, потому что мы все это делаем реально ради вас. И когда вы отрываетесь с нами на концертах, это, на самом деле, самая лучшая награда. Когда мы видим то, что люди знают песни, что они прыгают, угорают вместе с нами. И для меня реально гордость. То, что вот последний концерт был в Москве, я слэмил вместе со своими пацанами. И... Ну, это круто. Это очень здорово. Так. Новые клипы. Да тоже сейчас... Поверьте, сейчас будет очень много всяких новостей в течение следующего сезона, в течение весны. Вот. Поэтому я думаю, что и клипы будут какие-то. Будет потихонечку все. Так. Какая у тебя история с детства, которую никогда не забудешь? Спрашивает Марта. Мелин. Или Милен. История из детства? История из детства? Как я ходил кормить коров. Короче, у нас был коровник в поселке, в деревне Юки. И там был коровник. Короче, я был совсем маленький. И я пошел кормить коров. И мне, с одной стороны, очень нравилось, как они, типа... Мы чем-то их какой-то соломой кормили. Колхозные истории за 200. Короче, мне было стремно, что корова откусит мою маленькую руку. Вот. Я помню, что реально я боялся коров. А мне такие, говорят, ты что, типа, с ума сошел? Что ты боишься? Это же корова. Я такой, а, да? И перестал бояться. Такая история про коров. Итак. Да-да-да. Московские головорезы. Е. Наша банда. Так. Где Твин Ви? Тут меня спрашивали. Твин Ви, насколько я понимаю, сейчас в Таиланде отдыхает. Тони Роуд поехал с бандой в Таиланд. Поэтому Твин Ви там же. О. Человек, которому 47 лет. Которого почему-то зовут Пикачу. Тоже здесь. Чувак, тебе 47. Пора придумать более взрослый прозвищ. Так. Всем бабла желает Андрей Стариков143. Да, Андрей. Слушай, твои бы слова, да, бугу в уши. На самом деле. По поводу бабла. Какая у меня машина? Ой. Да. Не это самое. Ладно. Не буду говорить. Потому что не важно, какая у меня машина на самом деле. Это же все лишь машина. Так. Москва-то понятно, когда в Сибирь. В Сибирь весной. Так. Привет и нет. Привет и нет. Коней подарю, говорит Алиса. Очевидно, это продолжение. Просто коней. Это к истории про коров. К сожалению, мне негде содержать коней. Да, по поводу вот Hate Life 0, говорит по поводу залития альбомов. Сейчас почти все микстейпы, даже вообще почти все залит на все площадки. Качай не хочу. Просто реально руки до этого не доходили. Но я сейчас, типа, в честь окончания тура решил то, что нужно, короче, взять и залить вам. Чтобы вам не нужно было загружать через вот эти вот... Скачать, дополнить медиатеку и прочая вот эта вот ебень. Что теперь вы можете просто взять и в Буме там, не знаю, скачать. В ВКонтакте или на Apple Music или где. Так. Три самых разрывающих города. Да очень много на самом деле. Я даже не хочу выделять три, но это будет просто несправедливо. У нас вообще один из лучших туров, что-то у меня отключилось все. Играл альбом The Prodigy. У меня даже диск новый с собой. Что, у меня за диск? Нет, диск с собой нет. А, нет, есть. Смотри, сейчас я вам покажу. Подождите секундочку. Смотрите, вот. Это Everybody in the Place. И вот здесь вот ребятки все. Да, The Prodigy. Единственный диск у меня, кстати, с собой. Я раньше еще возил с собой. Возил с собой группу Luna. Ну, типа Luna. L-O-U-N-A. Которая... Где Лусиная поет. Но это осталось, типа, в другой машине. В машине жены. Итак, и так, и так, и так, и так. Я по сей день очкую коров, пишет Свят Зеро. Подчеркивание. У меня очень долго такое с лошадьми было. Типа, я увидел в детстве, как лошадь копытом бьет человека в голову. Я боялся к ним подходить, типа, к лошадям. Потом я понял, что, в общем-то, ты же к ним подходишь сбоку. Сбоку они тебя не атакуют. Атакуют. Но здесь есть неприятная такая фишка, что у меня аллергия на лошадей. Поэтому я к ним особо часто и не подхожу. Звери ебать, пишет Black and White. Коровы? Лютое, летейшее. Это что вообще? Вообще летейшее зверя. Я думаю, что один на один с коровой никто не вывезет, на самом деле. Так, я знаю, у кого у него тачка, пишет Пикачу. Пикачу, я знаю, что тебе 47, а ты пытаешься сделать вид, что тебе меньше. У нас здесь присутствует, кстати, Негатив. Экс-участник группы Триада. Негатив, настоящая легенда с нами здесь. Понятно? А, на секундочку. Между прочим, концерт Негатив один из первых рэп-концертов, на который я в жизни сходил. Презентация альбома Август была. Так, так, так. Фольс пишет у тебя. Да ладно, да какая разница, что за машина? Запорожье. Нормально. Какая разница? Это не самое главное, поверьте. Нет бы сказали, что топор, плевать на тачку, брови, бомба. Вот это да, вот это приятно. Генетика, черт возьми, генетика. Так. Так да, были в Пензе не так давно, да. А альбом самый топовый вышел, Страна Воз. Ну вот мы, короче, да, один у нас альбом с Тони Раутом совместный. Вот мы совместно сейчас пишем. Но там кое-какая новость еще будет у нас про альбом. Так, что с интернет-магазином? Когда будет работать? Да вроде открыли, но уже даже первые заказы высылаются. Теперь занимаются совершенно другие люди этим, более ответственные. И теперь интернет-магазин будет кое-какая точка, возможно, самовывоза в Питере или Москве, или Питере и Москве. Но пока еще это самое. После Нового года полноценное открытие. Но сейчас уже, короче, он открылся. Сейчас, секунду, я куртку надену, что-то прохладно. Сейчас, секунду. А то я дубу дам от холода. Сейчас. Сейчас, сейчас, подождите. Я здесь. Не уходите. Я все еще здесь. Смотрите, я перестал себя снимать, народ начало пребывать в трансляции. Мне кажется, дело во мне. То есть, смотрите, типа, лицо появилось, и народ сейчас должен, по идее, уходить. Так, это... Вы так много что-то написали за это время. Да, в Якутск. Негатив спрашивает. Братан, если я буду ловить таких рыб, таких рыб огромных, которых ловишь ты, то я поеду в любой город. Негатив поймал. Вот такую рыбу огромную. Так, сольная пиха. Ага, 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 ага. А че это сольная пиха? Че это вам не нравится с Тони Раутом? Все будет, ребят, все будет хорошо. Так, почему больше нет агрессивных треков? Ну, как это сказать, нет агрессивных треков? Призрак позитивный, да, такой добренький, про любовь. А до этого был «Вперед на Марс», такой миленький, и «Арес-12» про ядерную войну тоже. Одни милые треки. Я бы на самом деле «М1Р», «2Р», «Д» и «На» поскачивал бы вообще все треки последние. Агрессивных. Какие там должны быть агрессивные? Сука, пошел нахуй, бля, ааа, кровь! Такие? Ну, призрак такой и вышел, кстати. На секундочку. Так. Так, еще, 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 сейчас, подожди, блядь. Продежь олдскул. Ну, как олдскул? У Продежи сейчас вот новый альбом вышел. Ну, такой, кстати, альбом. Такое. Не самый, не самый. Ликов смерти на Яндексе нет. Вот. Я уже написал, в течение двух недель его возвратят. Мне кто-то из моих ужасных слов фолловеров подсказал, и, короче, я это, написал им. Что-то, получается, написали, типа, извините, мы случайно удалили. Прикиньте, короче, взяли и удалили просто Яндекс.Музыки. Охуенные пацаны. Так. Про шляпников, ребят, всему свое время. Всему свое время. Но, кстати, кто из вас был на концерте? Концерт у них бомба вообще. Собрали вообще битком. Дворец спорта ледовый. С Франки Фриком общаемся, конечно. Так, коровы. Классные, да, пишет Волкова. Да, 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 нормал. И вкусные, кстати. Корова главный ингредиент в сигаретах? Почему? Я чего-то не знаю. Где Франки Фрик, пишет. Да, сейчас, в Питере, мы не так давно видели с ним. С Франки Фриком мы должны сходить на одно мероприятие. Так, мне уже пора потихонечку закругляться. Я хочу долистать хотя бы до конца. Так. Привет. Да, да, всем привет. О, чувствую, тут про Франки Фрик много было вопросов. О, черт, это еще только брови. Ой, мне листать, листать. Не-не-не, я не долистаю, походу, до конца. Да по поводу печки... Блин, да хуево знаю. Мне уже выходить пора, на самом деле. Какая печка? На старых фотках у Раскала увидел майку дико агрессивен. В магазине их уже нет. Да вроде нет, но я думаю, что, может быть, появятся они. Вот. Ставь, ты смотришь старые фотки Раскала? Когда дети, пишет Натали Мира. Очень приятно, что Натали Мир переживает за это. То есть... Не знаю, Натали Мир, я не могу тебе... Когда у тебя дети, не могу тебе помочь. Может быть, я как монеточка иной с Child Free, откуда ты знаешь? Сейчас на меня мамы налетят. Молодые мамы. О, сейчас женщина будет парковаться. Надеюсь, он не въебется мне в фару. У меня подушки выскочат. А вы знаете, как дорого подушки вставить, кстати? На секундочку. Бля, она еще паркуется и поглядывает на меня. Нужно, короче, это самое, нужно вызывать кого-нибудь. Вроде все хорошо. Да, Синявин на связи. Ты говоришь, что ты не падал с удара, но ты в Синявина не был. Синявина 2, с удовольствием восход. Ресторатор, кстати, тоже из Синявина, между прочим. Так, как там Юра после Аврора, а то он у вас отжег неплохо. Да мне кажется, это обычное состояние Юры, ничего удивительного не было. Типа, я Юру таким видел, наверное, столько же раз, сколько я видел его обычным. Поэтому, поэтому ничего, я думаю, нового. Что ты любишь больше всего из еды? О, интересный вопрос. Я люблю, блин, я люблю свинину очень сильно. Свинину с сыром, это очень круто. Салат оливье, борщ. Да я неприхотливый такой, знаете, чувак. Я не скажу вам, потому что я люблю там паштеты. Паштеты бельгийский шоколад. И заправлено это все соусом из кабачков, которые сорвали девственницы. Да нет, я ем обычную еду для нормальных людей. Типа, картошку там, я не знаю, пельмени. Люблю, блядь. Ну, такие у меня, типа, знаете, вкусы не изощренные. Поэтому вряд ли. Я понимаю, что я должен говорить, типа, знаете, окей, мы там, типа, рэперы, мы едим какую-то там трюфеля. Тюфеля фаршированные кодием говном, типа, испанским. Нет, это полная хуйня. Еда должна быть едой. Я привык есть вот такую еду. Поэтому, если что, если я вас разочаровал. Так, ты был на концерте у шляпников. Да, это я понял. Даже вопрос не стоит, типа. Так, так, так. Боюсь ли я коров сейчас. Да я особо не пересекаюсь с ними. Я не знаю, нет. Но это ж коровы. У коров очень забавный нос. Он с такими длинными волосами. Я не знаю. По-моему, если не ошибаюсь. Не, коровы это круто. Вот, да, пишет тут Зевсайт. Говорит, что когда тебе говорят, что собака не кусается, ты подходишь, она вцепляется в колено. Это полный пиздец. Да. Но я к собак не боюсь, типа. У меня к собакам что-то такого не было никогда. Короче, вот эта женщина припарковалась. И у нее полная тачка, набита, типа, людьми. И прикинь, типа, они выскочат сейчас расхуящими лобовое стекло и скажут, что это пранк, братан. Итак. Так. Какой район Синявина? Куйбышевский. Куйбышевский район. Так, сейчас, сейчас. Мне уже совсем, совсем чуть-чуть. Листай в конец. Да. Я листаю в конец, но сейчас меня Ковленос убьет. Мне тут совсем рядом, конечно. Но давайте еще вот все. Три вопроса и все. Это не игнор, типа. Так, двенадцатый раз. Когда баттл? Да по баттлам пока непонятно, ребят. Надо музыку писать. А то у меня то баттл, знаете, то тур, то следующий тур, то какие-то съемки, то понос, то судороги. Когда песни-то будет? Знаете, вы меня обвиняете, что песен давно нет новых. Но надо песни писать, песни, песни писать. А я бы еще бы, но чуть-чуть бы съездил бы отдохнуть после тура, на самом деле. Поэтому я чуть-чуть отдохну, там еще буду писать. И здесь сейчас до Нового года запишу все, что написал. И, короче, кое-что для вас будет. Кусала за ногу тебя кто? Корову или собака? Пишет GVN Official. Ну, типа, корова или собака? Если тебя корова кусала за ногу, то это очень странно. Если собака, то, мне кажется, всех кусала собака хотя бы раз в жизни. С Дудем общаешься? Нет, с Дудем не общаюсь. Списываемся мега редко. Я звал его на концерт в Москве, но он был не в Москве. Так бы он пришел и спросил бы, сколько у тебя сантиметров член? А, ладно, нет, сколько сегодня будет песен? Так. Так, давай больше трех. Больше трех что? О, о, я промотал в конец! Черт, сука! Я в конце, смотрите, все, здорово. Я чувствую, знаете, типа, чувствую выполненного долга. Да я подумал, что какого черта надо, ну, хотя бы спасибо сказать вам за реально всю ту атмосферу, которую вы делали в этом туре. Типа, это очень круто. Итак, вот давайте, третий, третий. Корова меня на рога один раз посадила, так что очень, корова на рога это полный пиздец. Я не знаю, это, мне кажется, это очень страшно, типа, корова на рога, особенно если живот проткнет. Да вот. Давайте второе, это... Так, значит, альбом скоро? Давайте будет второй вопрос. Короче, нет, кое-что будет скоро, но наберитесь немножко терпения, работа идет, то есть, типа, все будет, все будет хорошо. Не то, чтобы альбом скоро, но кое-что скоро будет обязательно. Так, и давайте последний, последний. Что необычного было в туре? На самом деле, знаете, такие вещи, которые, типа, для меня необычные, они для вас будут самыми обычными. То есть, я не знаю, для меня вообще сам по себе этот тур был очень необычен тем, что в отличие от позапрошлого тура, он был очень хорошо спланирован. То есть, мы были менее заебавшимися, потому что не было переездов каждый день по 800 километров, как у нас иногда бывает. И это очень хорошо, потому что у нас были переезды километров по 400 в основном, но каждый день. Ты заебываешься, но ты не умираешь, типа, после этого. Вот, но тур это мега тяжело, просто мега тяжело. То есть, если вы когда-нибудь куда-нибудь ездили далеко, и у вас есть чувство устал в дороге, то прикиньте, что после этого вы едете не отдыхать, а реально вы идете работать. А потом сразу после этого едете на переезд куда-то. Я не жалуюсь, это, типа, наша работа, и мы получаем за это, в общем-то, неплохие деньги. Но в то же время, ну, типа, это, ну, трудно. Поэтому после этого нужно немножко в себя прийти, чтобы появилось желание что-то писать, записать, там, типа, и так далее. Вот. Ладно, ребятки, все, давайте, всем пока. Всем спасибо еще раз, то, что вы присутствовали на вот этом вот X-Men туре. Ждите новостей. Давайте для затравочки напоследок скажу вам, что осенний тур будет, о, весенний тур будет, а осенний будет и очень большой. Поэтому ждем новостей. Спасибо вам, ребят, горжусь, что вы с нами, типа, очень круто. Я пошел на концерт. Буду сейчас голос срывать. Все, все, пока, че. Спасибо.